Станислав Ростоцкий родился 21 апреля 1922 года в городе Рыбинске, ныне в Ярославской области. Его отец, Ростоцкий Иосиф Болеславович, 1890-1965, имел польский корней и был врачом. Впоследствии став известным деятелем здравоохранения. Мать, Ростоцкая Лидия Карловна, 1882-1964, домохозяйка. В 1940 году Станислав окончил школу и поступил в Институт философии и литературы. В мирное время Станислав Ростоцкий числился после призыва 1940 года неиструем из-за болезни позвоночника. Однако в феврале 1942 года его призвали в армию. Служил сначала в 46-й запасной стрелковой бригаде, дислоцировавшейся у станции Сурок в Марийской АССР. В сентябре 1943 года С. Ростоцкий сбежал на фронт, воевал гвардии рядовым в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Участвовал в боях, пройдя путь от Вязьмы и Смоленска до Ровна. А корпус закончил войну в Праге. 11 февраля 1944 года под городом Дубно, что на западной Украине, Станислав Ростоцкий получил тяжелое ранение. Потом были госпитали в Ровной Москве. Операции, пункции, перевязки. В августе 1944 года он из гвардии рядового превратился в инвалида войны второй группы. В сентябре 1944 года стал студентом Института кинематографии. В мастерской Г.М. Казинцева учился 7 лет, поскольку одновременно с учебой работал в картинах мастера на киностудии. Ленфильм «Когда учеба подошла к концу» Г.М. Казинцев назвал фамилию Ростоцкого как режиссера, готового сразу работать в художественном кинематографе. Дипломную картину «Пути дороги» закрыли и не выпустили на экраны по идейным соображениям. В 1952 году Ростоцкий получил направление на ЦКД ЮФ имени М. Горького, где ему суждено было остаться на всю жизнь. Преподавал в «Авбайке». Дважды фильмы Ростоцкого были номинированы на премию Американской киноакадемии. «Оскар», «Азорий здесь стихии», «Белый бим, черное ухо», «Трижды», по опросам журнала «Советский экран», его картины признавались лучшими фильмами года. «Азорий здесь стихии», «Доживем до понедельника», «Белый бим, черное ухо», В 1998 году как актер Станислав Ростоцкий снялся в многосерийном телефильме режиссера Орлова «На ножах», по Романуэн, С. Лескова, исполнив роль генерала Синтянина. Станислав Ростоцкий является автором многочисленных статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках «Воспоминания БС». М. Изенштейне, Г. М. Казинцеве, А. Н. Москвине, Л. Ф. Быкове, Он, член Союза кинематографистов СССР и РСФСР. Был председателем жюри пяти московских международных кинофестивалей. Ростоцкий скоропостижно скончался 10 августа 2001 года. По другим источникам, 11 августа или 14 августа, на пути из Высоцка в Выборг, куда был приглашен на фестиваль «Окно в Европу». По словам его жены, Ростоцкий целый день жаловался на сердце. Однако машину повел сам, управляя автомобилем, почувствовал острую боль в груди. Успел остановить машину. Звонок от супруги на пульт. Скорой помощи поступил в 23.02.10 августа 2001 года. По словам главврача Выборгской станции, скорой медицинской помощи, Александра Койдана, Ростоцкого, Скорее всего, можно было спасти, если бы у бригады интенсивной терапии, прибывшей по вызову бригады, скорой помощи, был дефибриллятор, который работает от бортовой сети автомобиля. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Жена, актриса Н. Е. Миншикова, 1928-2007. Сын, актера и режиссера, С. Ростоцкий, 1957-2002. Внучка, Ольга.